Новые запрещенные психотропные вещества Наркотических веществ число смертей неизменно увеличивается Исследования охватило несколько десятков стран К сожалению, мы оказались на первой строчке рейтинга По удельному весу числа смертей 127 человек на 1 миллион жителей Правда, стоит отметить, что по сравнению с прошлыми годами Нам удалось несколько улучшить ситуацию Но до европейских показателей нашей стране по-прежнему далеко По данным опубликованного отчета в 2013 году Средняя смертность от передозировок в возрастной группе От 15 до 64 лет составляла в Европе Ориентировочно 16 смертей на миллион населения В Норвегии и Швеции зарегистрировано по 70 смертей С сентября 2013 года началась одна очень хорошая Так называемая аналаксоновая программа Этот велосипед уже давно изобретен В основном мы берем пример с Шотландии Где просто драматически уменьшилось количество смертей Это введение препарата, так сказать, антидота Имеющегося у нас наркотика фентанила В тот момент, когда человеку плохо В Эстонии смерти связаны преимущественно с инъекциями фентанила Крайне мощного опиоида Наркотики стали особенно доступными через интернет И начали быстро распространяться Так как у стран ЕС возникают проблемы с предотвращением их продажи Обычно подобный вид наркотиков завозится в страны Европы и Азии В виде порошков А затем они обрабатываются и пакуются Легкая доступность стала одной из причин Высокого уровня смертности наркозависимых Что касается вообще, так сказать, государственной помощи Она как бы есть Особенно хорошо она видна на бумаге Потому что у нас есть белая книга против наркомании У нас есть различные программы и прочее, прочее Но реальность такова, что, например, мы свой реабилитационный центр 1 июля закрываем Потому что финансирование заканчивается Нового нет И, так сказать, конечно, у нас на счету 200 спасенных жизней за эти годы Которые прошли через этот центр Это тоже немало Наши ближайшие соседи гораздо лучше справляются с задачей По уменьшению не только числа наркозависимых Но и предотвращению смертей от передозировки В Латвии в прошлом году было всего 8 наркосмертей на миллион жителей В Литве 27 жертв Пожалуй, и Эстонии пора взяться более основательно за дело Чиновникам стоит обратить внимание на частные реабилитационные хутора Которые у нас в стране все чаще закрывают и решают поддержки Как, впрочем, и реабилитационные центры А ведь такого рода помощь – одна из реальных возможностей для наркозависимых Начать жизнь с чистого листа